Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Актриса Карина Зверева попала в больницу с ужасной травмой. У знаменитости оторвалась грудь. Интересно то, что звезда не сразу забила тревогу. Участница аншлага тщательно следит за своей фигурой. Поклонники всегда любили Карину за соблазнительные формы, поэтому неудивительно, что та постоянно пропадает в спортзале. Не делала Зверева секрета и из того факта, что грудь у нее не настоящая. Операции Карина долгое время была довольна, пока во время тренировки один из имплантов, установленный под мышцу, не лопнул из-за сильных нагрузок. О пережитом актриса рассказала в студии программы «Звезды сошлись». Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь, не почувствовала. Вечером температура поднялась, думала, коронавирус. На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на УЗИ, было много жидкости, поделилась Карина. К слову, бюст Зверева увеличила еще до рождения сына Эрнеста в 2017 году. Импланты не мешали жизни знаменитости. Она спокойно кормила наследника грудью. И в дальнейшем Карина не сталкивалась ни с какими неприятными сюрпризами, связанными с мумопластикой. Как призналась Зверева, она даже предположить не могла, что с грудью возникнут какие-либо проблемы. Тем более, что врач обещал звезде, что все с ее бюстом будет в порядке. Мне мой хирург сказал, год осторожно, а потом тебя пусть хоть выкручивают, с грудью все будет нормально. Я с таким ощущением и пошла. Я думала удалить импланты, но не хочу. Имплант прирос обратно, сообщила звезда аншлага. Напомним, Карина прославилась не только как участница юмористического шоу, но и как актриса. И хотя ролей в фильмографии Зверевой пока не так много, среди них есть весьма успешные. Так, зрители могут вспомнить Карину по ленте с Александром Ревой, прабабушка легкого поведения. Начало. Личная жизнь у Зверевой тоже всегда была активной. Первым мужем знаменитости стал известный юморист Геннадий Ветров.